всем добрый день дорогие друзья у нас новый день новый влог у нас уже почти час дня мы топим печку в зале что тепло было сегодня опять у нас мороз утром 33 градуса было поэтому я сегодня опять никого в школу не отправила в садик не повела все сидят у меня опять дома всем желаю хорошего дня и хорошего настроения с утра дети все булочки ряд суп никто не хочет всем на булочки напали почти все уже съели тазик вот один остался один тазик уже съели вот один тазик остался всем кушать всем приятного аппетита всем снова привет нас новый день новый влог время полдвенадцатого дня я щас буду собираться поеду на прием к терапевту посмотрим что скажут солнце светит поэтому извините щурюсь немного ничего не вижу путем думаю лицо тоналка что ли накрасить потому что что-то все лицо в прыщах или пофиг уже как ехать у нас на улице мороз аж 40 с лишним градусов у меня дети как всегда дома сидят сегодня буду наверное опять стряпать потому что булочки съели надо что-то опять постряпать дети сказали мама опять стряпай булочки поэтому будем стряпать да у меня спрашивают у вас весь холодильник заклеен всякие магнитами детскими да потому что детям так удобно они подходят и играют здесь что здесь у меня здесь вот еще вышит и мой магнит который я сама вышивала тут и всякие магниты английские все вот сюда прилепили как магнитная доска на эти холодильник пускай дети играют чуть теперь им так нравится ладно я пойду сейчас собираться наверно немножко подкрашу хотя не знаю я посмотрю и поеду на прием мне скоро уже ехать надо надеюсь что все нормально надо антисептика с собой еще набрать то у меня бутылочки пустая от антисептика я целая бутылка большая есть антисептика и он у меня где он где он куда-то уже убрали а вон он стоит антисептик целая бутылка антисептическое средство и я иногда с собой набираю чтобы если куда-то что-то еду чтобы брызгать дороге он у меня закончился вот в таком пузырьке всегда в сумке лежит и закончился на залить так воняет вообще уже ладно собираемся едем больницу так дорогие друзья поехал я в город у нас показывает 28 почти градусов на улице холодно холодно однако ну хоть немножко потеплее стало еду я на прием к терапевту попрошу анализы чтобы назначили ну и попробую на узи записаться так что пожелайте мне ни пуха ни пера будем надеяться что все нормально ничего страшного не будет едем едем в город сходила я ребята на прием ну что я думала врач тоже сказал что скорее всего желудок назначили мне фгс и на узи на очередь поставили когда будет это неизвестно на следующей неделе пойду анализы сдавать скорее всего понедельник всем снова здравствуйте у нас время день на улице 24 потеплело немного вроде но утром было 35 я сегодня опять учеников не отправила в школу пусть дома себя в таком урос я пошла в магазин не надо купить молоко да что-нибудь такое уже не знаю что готовить уже сил никаких нет все меня потеряли куда я пропала нету видео ребята нет настроение после того как почитаешь комментарии настроение нет вообще никакого снимать что-либо потому что люди все равно всяко всякие гадости пишут поэтому вот так вот ладно иду магазин куплю молоко хлеб и пойдем так сходила я магазин что я купила спагетти три штуки у нас потому что все макаронные изделия заканчиваются потом вот такие вот две штучки взяла нам нравится эта фирма поэтому берем две булки хлеба дальше что купила литр молока и маленькую упаковочку деткам творога для маленьких 58 рублей на что деньги хватило короче говоря на то и потратила вот такие вот все у меня покупочки да ребят я еще купила вилок капусты забыла показать так дорогие друзья сейчас буду чистить картошку с морковкой и хотела сразу рассказать как я сходила вчера в больницу съездила я на прием терапевту сходила на мне назначила кровь мочу потом поставили научить делить на узи но сказали это очень долго ждать на год и на фгс вот насчет фгс я не знаю идти не идти потому что я понимаю что я потом вообще есть ничего долго не смогу и вот не знаю идти не идти направление по идее не дали на записаться но самое ближайшее это март апрель май короче еще долго ждать до этого поэтому мне кажется смысл вот я даже с подругой переговорила и вот мне кажется смысл там нет уже идти после фгс тем более я вообще не смогу ничего есть я не знаю что делать назначили мне лекарства но вот из трех лекарств она мне назначила у меня только есть мизинфорты остальные куплю когда уже зарплату получу куплю сейчас понедельник или вот когда там после праздников короче говоря пойду сдам анализы так в целом нормально я просто вчера с больницы сразу уехала до подруги в гости посидели поболтали поели она просто у меня заказ забирала в алберес попросила потому что вчера мороз был 40 с лишним градусов они на машине были они по пути заехали чтоб не по городу не ходить не мерзнуться они по пути заехали и вот я ходил у нее потом забирала она тут рядышком со мной живет поэтому как-то не это посидели поболтали потом пришла домой чувствую что это не могу голова кружится сильно я легла и просто уснула уснула и спала проснулась уже поздно вечером дети уже все спали и так потом посидела немножко и дальше спать легла ничего не стало не это сейчас буду суп варить скрещу гречневый сварю егор гречневый сварить или спагетти со спагеттями хорошо тогда со спагеттями суп сварю можешь капусту потушить я в жрилу капусту купила сейчас что-то решим что варить будем решим что варить будем а так все нормально у нас все морозы стоят больше 40 градусов мороз стоят и горшку у нас опять дрова таскает ты за день по несколько раз забывает иногда таскаешь потому что морозы стоят мы стараемся топить больше чтоб дети не мерзли вот в основном утром да только прохладно а так потом хорошо тепло ну с утра потому что ночь не топили с утра всегда прохладно обычно затапливаем раму дети в школу не ходят да мне написали комментарии то что насть это как так мороз это не сильно 35 но у нас больше 40 градусов мороза поэтому извините пожалуйста я не идиот чтобы своих детей отправлять такой мороз в школу да еще и автобусы через раз ходят поэтому не 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 пускай дома сидят они у меня сидят дома делают уроки они же не просто так сидят они делают все эти уроки все что в электронном дневнике есть они все это делают так что они просто так у меня не сидят ничего страшного ну да они две недели уже получается на той неделе сидели потом один день съездили в школу было тепло а потом опять больше 40 до 50 почти градусов доходит мороз куда отправлять тут он в группе у нас пишут у некоторых 46 47 было 48 кого-то аж 50 было поэтому найти не я не враг здоровью я понимаю что если сейчас я их такие морозы буду отправлять школу они потом заболеют ну нафиг пускай дома сидят да многие не отправляют сейчас в такие морозы по идее до 27 градусов младшие классы старшие до 29 по моему в школу ходят все что больше родители имеют право оставить дома просто уроки делаю дома и все и поэтому мы оставляем дома детей так что вот как-то так по поводу того что вот я рассказала искала дядю жди меня многие написали да она опять брешет ее не показывали по телевизору а почему обязательно должны показывать по телевизору ребят я написала жди меня и мне просто они нашли родных и родным моим отдали номер телефона но как мне дядька когда первый раз позвонил дед валера он сказал что и знакомые вон и на работе увидал объявление что разыскивают его и он показал это объявление это детка дед валера вот получается у папы брат родной позвонил сразу меня и сказал а потом меня позвонили с передачи но вот как они сказали что это сожди меня не знаю правда и правда и что это они мне позвонили спросили связалась ли я с родными нашла ли я их я им сказала что да я их нашла теперь мы можем общаться созваниваться но мы не встречались потому что возможностью мне съездить туда нет они тоже работают у них тоже возможности нет приехать поэтому вот так вот некоторые написали как это так ни разу не была у мамы на кладбище да я ни разу не было у мамы на кладбище Потому что у меня нет съездить возможности Похоронили там Знакомые Которые знают нас Ее Поэтому я не переживаю Что там что-то плохо Я знаю, что там все хорошо За папиной могилой Там ухаживают его наибратья Я обязательно Когда-нибудь съезжу, когда будет возможность Но пока у меня такой возможности Как вы понимаете, нет Я бы с радостью съездила Даже летом была бы возможность Села бы и поехала Но я понимаю, что я не смогу съездить никуда Что теперь? Судьба, значит, такая моя Меня спрашивали А мама на кого училась? Мама училась на повара Она повар по профессии была Но она по профессии не работала Ни дня Может быть, в молодости она работала Но она мне не рассказывала никогда Я почти с ней никогда не разговаривала Поэтому Даже не знаю Если честно Обязательно покажу Фотоальбом Фотографии У меня не фотоальбом А фотографии старого образца Еще есть некоторые черно-белые фотографии Мамины Обязательно покажу Папиной фотографии сразу Папиной фотографии у меня нету ни одной У меня есть там одна Где он с братьями, по-моему Как я поняла Что там он на фотографии Но я даже не знаю Не помню его на лица Вы извините, что я так уже Просто свет в солнце светит И поэтому я не могу утверждать Что там папа на фотографии Так что вот так вот Я сейчас чищу картошку с морковкой Буду суп варить Потом, наверное, капусту потушу еще Не знаю, что надо приготовить А что готовить, даже не знаешь уже Так что вот такие вот новости у нас В целом у нас все неплохо Жду зарплату, чтобы получить Съездить на оптовую базу Надо закупить крупы Крупы все заканчиваются Список уже составил От того, что у меня закончилось Надо будет покупать Ну и Да, спрашивали, какая Нынче у меня зарплата В долларах получается 122 доллара Переведите на русский Я не знаю, что там Ну, около 10 тысяч получается Я благодарна всем, кто Остается со мной Поддерживает меня Да, некоторые спрашивают Настя, что с интернета Интернет отключался Я опять сделала обещанный платеж Жду зарплату Зарплата придет, оплачу Побольше сразу оплачу И надеюсь, что потом у меня это На месяц-другой хватит Так что вот как-то так Да, Майся? Майся опять пришла Картошку просит Вредная Ладно, я сейчас почищу Все, наверное И вернусь Завтра будем с вами Садить рассаду Уже Перцы Помидоры Посмотрю, что у меня по семенам есть Приготовлю Завтра все вам покажу Если вам будет такое видео Тоже интересно То не забывайте Оставайтесь с нами Подписывайтесь на наш канал Ставьте обязательно Пальчик вверх Егорушка, приоткрой Пожалуйста Крышку Ото же все бежит Крышку приоткрой Ничего не будет там Вот, спасибо Я сейчас это Вода закипела уже Слушайте, вот так вот Чистила Чистила Я наболтала уже на 10 минут Ладно, дорогие друзья Сейчас я это видео выпущу И начну снимать новое Будет вот такая болталка Небольшое видео Если вам понравилось Не забывайте Ставить лайки Подписываться на наш канал И я продолжаю снимать Новый блог